Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей. Сегодня мы будем делать блины. Казалось, чем это обычное блюдо можно еще раз демонстрировать, показывать. Ну, в принципе, технологии изготовления. Первое заключается в рецепте, короче говоря, за всю свою долгую карьеру в качестве повара. Я работал в лучших ресторанах с лучшими мастерами. Не спорю, у меня тоже иногда бывают ошибки, которые я умудряю сделать. По сравнению с грубыми, которые раньше делал, это что-то. Начнем сначала с типичными элементами. Сахар, немного сахара, 3 яйца, немного масла, молока и мука. И вот именно в этом, как оно тут есть, именно так оно пойдет. Еще немного соли. Начнем сначала с яичек. Самое важное, не забыть немного соли. Это делается для того, чтобы подчеркнуть был вкус и заодно очень хорошо взбивается. Теперь немного сахара. Хватит. Много тоже кидать нежелательно сахара. Я заметил, что некоторые водители очень много сахара кидают. Нет, это в конце концов не чересчур. Коричневый вы получаете иногда даже быстро приговаривать. Так, он еще сахара. Если это деревецкие яйца, то домашние яйца, то лучше сахар не жалеть. И вот тогда такой типичный такой вот этот запах, такой курятельный, посмотри, что уходит. В этом случае сахара, я думаю, вы не жалеете. Ну, в принципе, я кинул в целом где-то 3,5-3,5 сахара сахара. Ну, например, разбивается вот так. Можно и сильнее, если времени не хватает. Теперь запускаем масло. Масло приблизительно на 3 яйца. Я бы сказал, где-то с толщиной, где-то с пальцем солевая. На горячую добавляю больше. Это тоже примерно. Тут важно в том, в какой последовательности это идет. Вот чуть-чуть вполне хватает. Уже заметно, что структура, текстура, то есть... начинает кардинально меняться. Теперь можно немного того же самого молока добавить, только в конце. Можно еще его добавить, еще чуть с маслом. В действительности, если чем сильнее, можно сделать еще так. Можно отдельно взбить белок, отдельно с желток. Вот этот вот с сахаром. Белок лучше взбивать и немного соли, когда добавлять. Он тогда пышнее все и быстрее взбивается. И желток отдельно с сахаром. Так, муки. Ну, я сейчас в данный момент сделаю приблизительно состояние немножко густой сметаны, такой средней. Потом еще раз разбавлю. То есть это позволяет избавиться от таких вот комочков. Видите, когда я сейчас еще чуть-чуть муки добавлю, то масса будет настолько густая, что комки просто-напросто растворяются. Так, чуть-чуть. Тогда ухватит. Сейчас хорошенько разобъем мелкие комочки. В принципе, видите, вот тесто вот такое вот получается. Ну, довольно-таки это даже очень хорошо. Теперь его можно тоже потихоньку молотком разбавить. Вот теперь можно спокойно, как вот в обычном рецепте, тоже можно еще немного масла. Теперь оно будет служить для того, чтобы типичная краска для блинов появилась. То есть до этого была гаммогенная. Гаммогенная это масса, то есть однородная. Нормальным языком. Теперь, наоборот, краска будет неоднородная. Так, смотрим. Ну и сейчас, как важно, если я сейчас все правильно сделаю, то первый блин не будет кремом. Просто-напросто. Но если да, то это означает еще немножко муки добавить придется. Так, эту я уже включу. Да. Отлично. Так, пока мотор подходит. Не забавайте время от времени перемешивать. Воно вот это дает больше толп. Пузырьками взялось. Это уже выглядит очень красиво. Надеюсь, на вкус так же будет. Самое главное, как он отстанет. То есть видно, что еще, наверное, придется еще муки добавлять. То есть такие есть. Муки все равно немножко придется добавлять, чтоб она немножко связана бы. То есть первый блин не совсем к нам получился. Значит, она правильная пути. Тут же надо мелкие нюансы учитывать, что различные продукты дают различный результат. Сегодня я здесь в Германии, то есть попросту-напросто говоря, начиная с 95-го года ни разу не готовил на домашних яйцах. То есть те, которые бегают во дворе несутся, как это у меня раньше в Казахстане было. Это сегодня в первый раз я сниму за все эти годы делаю. То есть это удивительно то, что у меня вообще... Кому не меньше, что с первого раза. Такс. Отличная сковородка. В принципе, аж вылетает. Чему я, конечно, на радость не могу. Так. Пробуем получить золотую середину. Иногда, знаете, бывает чайной ложки достаточно, чтоб... Уже другое качество шло. Масла хватит. То есть я часто вижу по интернету, когда демонстрацию блины получается с первого раза. Тут удивляться не надо. Если побольше масла шурунуть с мукой, чтоб один к одному все это шло, то есть молоко... Ага, уже гуще пошло. Еще надо добавить. В принципе, уже... То там секрет простой. Это бабушка этому научила. Одна третья часть того, одна часть третьего другого. И в конце вауля то, что в соотношении жира, молока и масла практически одинаковая получается. А нет своих плевков практически от любой сковороды. Там даже маслом и жиром мазать надо. Ну и второй вариант, это не жалеть жира. Ну, чуть-чуть пастноватый на вкус. Это немножко сложно сделать. Я постараюсь в следующий раз сделать блины, которые мне тоже одна бабушка научила делать. Они делаются вообще без яиц, без молока. Там только масло, мука и может быть немного дрожжей. То есть чистый, исконный, настоящий русский блин. Там их несколько вариантов есть. Жидкий есть. Полужидкий. Который в тонкие листы раскатывает. Можно сказать лепешки, но не совсем это так будет. То есть... Гельца попробуем. Так. Вижу, уже начинает подгорать. Нет. Отлично. То есть... Можно сказать... Пойдет. Экзамен, блин прошел. Ну, вот сейчас вот на этой стадии блины должны вообще пойти супер. То есть без всяких проволочек. Тесто достаточно уже. Жидкое сделало. Полужидкое такое. Как раз оно в самый раз пойдет. Можно еще чуть-чуть жижить. Как сделать. Мне, честно говоря, они нравятся чуть потолще. Потому что один съел, наелся. И этого вполне хватает. Так. Отлично расходится. То есть так, как и должен быть. Так как сковородка не приспособлена, как обычно, когда я учился на повара. Здесь, в Германии. То мы брали начинку на сковородке. То есть раскачивали. И переворачивали. То есть делали на ходу. То есть на этой сковородке тоже можно делать. Но вес слишком легкий. Так. Пробуем. Вот теперь они перфект пойдут. То есть в принципе можно на этом даже видео обзор заканчивать. То есть блины нежные. Пошли теперь. Первый блин. Поезду вышел никому. Значит я действительно хорошо запомнил. Как это делается. То есть даже сработало с домашними яйцами. То есть блины яйцами. Это действительно рецепт стоит того. Вернее технологию его. Стоит попробовать. То есть сначала взбивается яйца с сахаром, с солью. Потом идет масло. Потом идет немного молока. Потом мука. А потом после того, как оно чуть-чуть вы взбиваете это все. Потом можно остальное добавлять. Потихоньку. Но можно и так оставить. Кому как нравится. То есть начально это что-то густые. Можно смело использовать в качестве оладьи. То есть оладьи это те же самые блины. Только в которых тесто густое. Так. тесто густое. Тесто густое. Отлично. в принципе завтра ужин и обед нам обеспечен потому что я очень иногда много разных вещей делаю интересных с пленами соединяюсь мясами с детьми овощами дикорастущими овощами фруктами травы то есть тоже бывает очень вкусно вообще совсем белый а да нечаянно избавить успел за это время конечно будет немножко дольше длиться не уделяйте что я так спокойно пальцем вылазил сковородку потому что сам я работаю в области тибетской медицине учился конечно у себя на родине Казахстане и само разумеется пальцы у меня много чего выдерживают и пусть еще сильнейшая закалка в кухне была то есть там где в прямом смысле этого слова лезут в горячую сковородку то есть горячую иногда честно говоря тренинг отличный так это позволяет в принципе когда работаешь с пациентами и свечка свечка примерно которая используется для прогревания точек совсем близко к пациентам походит то есть я это свободно выдерживаю ту температуру которая бывает очень уже то есть горячо человеку делается я еще держусь спокойно ну как говорил мой мастер тренировка делает все не учитель так так мои друзья мне пора заканчивать не ждут другие дела вам желаю доброго дня ночи утра и до следующей встречи до следующей встречи я